очень рада вас видеть хорошо что добрались сегодня на занятие очень необычное на природе в лесу причем нашем районе очень трудно найти чистый лес такой нетронутый где мало людей и к счастью тут еще нас ждет знакомство с этим лесом прогулки по нему но это чуть чуть попозже что сегодня у нас будет вы наверное уже читали да у нас будет две части нашего занятия первая часть это будет психологическая часть мы здесь будем применять различные психотерапевтические методики может быть слышали такую методику как арт-терапия знаете рисуночные разные методики у нас будут метафорические ассоциативные карты у нас будет психодрама психодрама это если говорить очень ну так грубо да это ролевой обмен можно побывать разных ролях в роли дерева можно побывать и в роли других существ и даже в роли мыслей чувств не обязательно людей и когда мы будем с вами работать с помощью вот этих психотерапевтических методик вы сможете себя поисследовать поисследовать свой образ я поисследовать какие-то свои стороны поисследовать взаимоотношения социумом и посмотреть какие у вас есть ресурсы всем понятно слово ресурс и то что вам возможности да то что вам дает силу то что вам помогает двигаться вперед решать задачи вот такая возможность будет это первой части второй части мы с вами будем использовать различные даже не различные будем использовать одну методику из такого курса осознанности которая провожу это работа с деревьями научимся слушать слышать свой внутренний голос чувствовать дерево ходить с ним в контакт получать какую-то информацию вообще деревья можно работать по разному можно именно научиться соединяться с деревьями чтобы осознанно посмотреть на мир уже его глазами не своими а его взглядом он у них другой можно к дереву подходить чтобы получить помощь поддержку если какая-то трудная ситуация можно работать с деревьями если что-то заболело можно полечиться у них а можно также и ну просто расслабиться получить какое-то спокойствие какую-то энергию то есть тут по-разному можно работать но сегодня я вам предлагаю вначале просто познакомиться с деревом здесь найдете свое собственное дерево но не факт что это дерево вот сто процентов ваш потому что все-таки условия у нас немножко искусственные да искусственно что вот мы в таком лесу ограничено все-таки пространство когда вы уже выйдете в мир пойдете просто гулять по лесу по своему лесу как здорово да листики падают прямо подарок вот или куда-нибудь это завидите в парк может быть вы найдете вот именно ваши дерево тут самое дерево которое вы будете приходить которым будете общаться от которым будете получать энергию получать ответы на вопросы сейчас мы просто потренируемся как это происходит как это делать поэтому здесь мы просто с вами поучимся соединяться с деревьями соединяться с энергией дерева вот это то что будет тема у нас называется дерево как образ человека вот эту тему я выбрала потому что уже давно наблюдаю что деревья люди вот что-то у них есть общее что-то есть похожие похожие свойства вот например есть дерево да у дерева какое-то свое свойство но можно сказать как характер у человека тоже есть свой какой-то характер все мы разные нету ни одного одинакового дерева нет ни одного одинакового человека также деревья как и люди они могут расти группами а могут расти поодиночке да вот мы тоже либо мы какие-то интроверты все в себе держимся подальше от людей либо мы наоборот любим контакт любим какие-то группы тусовки компании вот деревья тоже если вы замечали бывают одинокие вообще деревья да целое поле и одно единственное дерево деревья как и люди они могут жить постоянно в одном и том же месте вот где они родились там они живут а могут мигрировать перемещаться либо каким-то естественным путем если например животное или ветер перенес семена да или каким-то искусственным путем если человек взял семена посадил у себя дома но тут вообще будет дерево расти в таких неестественных условиях вот люди тоже бывают и оказываются в таких местах да вот где нету воли в неволе вот очень много много такого похожего может быть что-то вы еще найдете общее ну например вот тело дали тело человека у человека есть тело само да это ствол дерево есть крона до руки есть макушка да это голова есть корни это ноги вот тоже можно посмотреть вот на такую параллель даже бывает что встречаются деревья вот просто ну вот реальный человек стоит очень похоже даже как будто бы у него вот лицо какое-то вот из этой кроны можно что-то увидеть а сейчас вы просто прислушайтесь к слову дерево-дерево и какие у вас рождаются ассоциации деревня деревня дерево воля время время вечность вечность рев рев хорошо едва зеленое что-то зеленое жизнь 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 статичность статичность сила сила мудрость мудрость гибкость покой как покой 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 да Все правильно говорите. Ассоциаций много, а если брать метафоры какие-то, песни, стихотворения, что-то рождается. У рукоморья дуб зеленый. В ополе березка стояла. В ополе березка стояла. Белая береза под моим окном. Белая береза под моим окном. Белая карта и грозди душистые. Здорово. Апоризм, древо жизни, когда говорится. Древо жизни. Ой, рябина кудрявая. Здорово. Целый сборник. Целый сборник. И песен много, и стихотворений много. Я изучала в литературе тоже. Сравнивают себя с деревьями. Вот один священник, пастор, который спас во время Второй мировой войны много людей. И он потерял сына. И он пишет в своих мемуарах, что я как сосна, у которой нету макушки. Ее оторвало. Но я еще живой. Меня сломала жизнь. Я как сосна, который сломал ветер. Но это меня и укрепило. Я теперь никуда не денусь. И очень много, если поизучать литературы, таких сравнений происходит, что сравнивают себя с деревьями. Это очень глубокая тема. Вообще у дерева на самом деле очень глубокие корни. Я имею в виду не физически глубокие, а у символа дерева. Если брать, например, культурологию, вот такой культурологический аспект, то символ дерева, он зародился тогда, когда картина мира, представление мира как горизонтальное, сменилось на вертикальное. Вот что такое горизонтальное? Это когда вот я здесь живу, а вот там за рекой находится смерть. Вот это горизонтальная картина мира. А на эту картину мира потом пришла картина мира вертикальная. То есть есть мир подземный, там живут духи, там живут асуры, это какие-то демоны. Есть мир средний, земной, там где живут люди. И есть мир небесный, там где живут боги, дэвы, ангелы. И вот дерево, оно как раз-таки начинается своими корнями из мира подземного, потом растет в мир земной. Вот этот ствол проходит, и ветви, кроны устремляются уже вверх к богу, к дэвам, к ангелам, вот в тот мир, который находится над нами. И вот эта вот картина мира, она очень долго, очень много тысячелетий существовала в различных культурах, древних культурах. Это индийская культура, это и шумерская культура, и австралийская, и египетская, и многие другие культуры. Потом постепенно, как? И еврейская тоже, и еврейская культура, да. Вот повсюду вот эта вот вертикальная картина мира, она была. Постепенно она, ну, где-то сохранилась, а где-то видоизменилась, появляются уже другие символы дерева. Например, символ рода, генеалогическое дерево, да, когда корни – это наши предки, мы – это ствол, и наши потомки – это уже наша крона, наши ветви, листва. Вот, бывают, конечно, наоборот, перевернутые такие вот, вот эти деревья, древо, да, может быть, видели, что наоборот, крон – это, да. Это в зависимости от того, какая культура. Это не принципиально, просто в разных культурах это по-разному воспринимается. Еще какие символы были у дерева? Был символ, что это как продолжение Матери-Земли, что вообще дерево – это жизнь, это даже бесконечность, это вечность, это бессмертие. Вот, Лара сказала что-то такое подобное, да, что-то, какую фразу – это время. Время и вечность, да, вот как раз в точку прям попало по символизму дерево, что вот как раз-таки дерево, оно символизирует вечность и развитие, тоже развитие. Дерево символизирует еще Луну, Солнце, вообще космос. И есть еще такая китайская система УСИН, может быть, слышали, что если по китайской системе есть пять первоэлементов – это воздух, вода, дерево, металл и огонь. Да, и вот каждый элемент означает что-то свое. И вот дерево, оно в этом отношении означает утро, начало, весну, развитие, юность – это дерево. Если брать нашу систему органов, то дерево – это печень, это желчный пузырь, это глаза и это мышцы. То есть если есть заболевание по каким-то этим органам, тогда это заболевание считается по дереву. И есть еще люди тоже с характером дерева, то есть это человек, который склонен к философии, к познанию мира, к рассуждениям, к мудрости. Есть отличительные признаки у таких людей в теле. Я, например, отношусь к типу дерева и огонь. У меня дерева больше. Если вы посмотрите на пальцы на свои, если у вас есть вот такие вот штучки, такие крепления, косточки, которые очень толстые. Вот колечки, трудно колечки. Вот вы одели колечко, пропихнули, а снять трудно, оно уже не выходит, да? Или есть горбинка на носу какая-то, да? Вот какие-то вот такие, как у деревьев. Вот обратите внимание, тоже такие, как они даже называются, изгибы такие какие-то неровные. Да, вот если в теле есть такие локти, такие вот, ну что-то такое, что очень сильно выделяется, то присутствует тип дерева. Но есть еще и другие, нету такого, что чисто дерево, да? Есть еще и другие какие-то моменты. Вот к нам прилетел ястреб или сокол. Слушайте, ну мы просто с вами попали в сказку. И вертолет. И вертолет. Есть еще такой символ дерева, как ресурсность. Дерево это ресурс. Давайте сейчас порассуждаем, чтобы не было такой нудной лекции, да? Что такое, что такое дерево? Вот когда вы слышите слово дерево и слышите слово ресурс, как вы можете вот это сочетать и вот какие у вас сразу рождаются ассоциации, представления? Древесина, ресурсы, с которыми дома строят. Древесина, да, из дерева строят дома. Отапливают, отапливают. Да, это топливо, тепло, еда, какие-то. Бумага, на которой, считай, можно запечатлеть историю. Не просто как бумага какая-то. Да, да, да. Именно как увековечность, ну как опять же слово вечность. На вечность, да, да, бумага, в которой можно что-то написать, какое-то важное, что-то важное, какую-то вечную мудрость. Фотосинтез, это ресурс воздуха. Да, воздух, кислород, да, фотосинтез. Ещё ты сказала, что еда, да, еда. Для кого-то это еда, кто-то кушает деревья. Ресурс жизни, что ли, как сказать? Ресурс жизни. Да, то есть дерево, оно питает всё, да, оно питает и почву, питает и воздух, питает всё. И тень даёт, да, можно укрыться. Если остался даже пенёк, да, то вот для путников тоже можно посидеть, даёт возможности. Даже в таком состоянии, что, казалось бы, мостик. Да, мостик, то есть служит, выполняет разные функции. Да, да. Вот. Ещё ресурс, то, что дерево, оно бессмертно. В том плане, что даже если есть пенёк, и с каким-то, ну, со временем там могут начать, например, расти грибы или начать расти новые росточки, да, и новое дерево. У нас был такой случай, где-то лет 5 назад мы для кошек принесли полено. Ну, где-то его откопали, нет, не так было, пенёк выкопали. Пенёк. Просто рос пенёк, он уже много лет рос, ну, мёртвый пенёк. Вот мы принесли его домой, поставили, кошки там как-то ходили, ну, не хотя, драли когтем, думали его уже выкидывать. А потом оттуда пошли ростки. Причём очень много ростков, и такое вот интересное зрелище, квартира, стоит пень, и из него вот прям зелёные росточки. Вот. И очень-очень высокие вот такие вот выросли. Это было что-то, то есть... Посадили, как бы и не поливали, ничего? Нет, не поливали, просто-просто само начало расти. Вот, это очень интересно, конечно. Ну, там оно бы и не выросло, да, вот в квартире это... Ну, естественно, как мы его посадим дома, но... Нет, нет, на улицу. Мы его вынесли потом просто на улицу, этот пень. Не посадили. Вот, а дома посадить невозможно, потому что у нас... Мы дома посадили, нет. Вот, это дерево. Еще мне очень интересно, как говорят о деревьях друиды. Они говорят, что у каждого человека есть дерево-близнец. И большое счастье, если человек встретит этого близнеца. Потому что если он встретит, тогда он сможет наблюдать за этим деревом, как оно развивается. И очень будет похоже, как развивается сам человек. Если у человека что-то не то, что-то не клеится, но он не знает, что, он может подойти к этому дереву и посмотреть на него. И тут приходит просто, ну, такой инсайт. Он понимает, что происходит с ним внутри, когда смотрит на это дерево. Если дерево заболевает, а человек еще здоров, то человек может полечить это дерево, и тогда он лечит из себя тоже. Потому что если это дерево заболело, то человек скоро тоже заболеет. Вот такая вот связь, такую связь нашли друиды. И вот можно с этим деревом как-то контактировать, получать больше информации о себе, да, получать какую-то целительную помощь, получать помощь, подсказку в каких-то трудных ситуациях. И я очень-очень надеюсь, что каждый из вас найдет такое дерево. Ну, может быть, не прямо сегодня, да, это будет здорово, если вы сегодня такое дерево найдете, походите по лесу. Ну, вообще будет здорово, если такое дерево окажется рядом с вашим домом, либо в том месте, где вы часто бываете. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, вот это первая часть. Вот у нас сейчас заканчивается первая часть, мы переходим ко второй части после обеда. Что для вас было нового? Потому что вторая часть, она будет совершенно другая, качественно другая. Там будет работа с энергией. Сейчас у нас была работа с психологией, с психикой. Что вы взяли для себя с первой части? Успокоение какое-то такое, медитативный практически настрой. Радость от работы в команде, игры, общение. Да, кстати, если говорить поступенчато, то самое главное это радость от того, что есть люди, вы такие хорошие, все такие, которые близки по духу, с кем можно вообще этим делиться, потому что действительно далеко не со всеми поговоришь на эту тему. Это вообще здорово. Вот я вот, когда слушала вас, я вот думала, как же здорово, ну как же здорово, что вот такие мысли вообще светлые в голове у людей есть, и что они вот, они сидят возле меня, это так здорово. Спасибо вам, что вы есть. Вот. Олечка, вот вам вообще отдельно, что вообще все это собрали. Вот. А у меня вот, у меня почему-то не больше не умиротворение было, а какая-то вот эта вот осознанность, опять-таки, если возвращаться к осознанности, вот, позитивной. нашей, то, наверное, это такие вещи, встречи, помогают прийти в себя и понять вот поглубже, разобраться действительно, вот, что тебе больше всего не хватало, потому что я, например, когда сюда шла, у меня немножко мысли были такие, ну, разбросанные, даже судя по моему рисунку вот этому какому-то непонятному, что у меня во все стороны и непонятно куда. Вот. И я вот очень благодарна, что я вот пришла вот к этому принятию, которое я вынесла, вспомнила вот эти поэтапно вещи, которые происходили со мной, действительно важные моменты, вот, и вынесла для себя вот эту суть, которую я, вот я уйду, я точно знаю, что я буду конкретно с этим работать и уже буду на это больше обращать внимания. Благодарю. Спасибо. Да, пространство прям вот такое тёплое создали. И действительно, если хочется пообщаться с людьми и близкими, то вот такие вот мероприятия, они очень для души. И очень можно глубоко в себя заглянуть, понять, что действительно беспокоит, хотя голова думает, что это абсолютно другие должны быть мысли, чувства, эмоции. какой-то вот кусочек психодрамы. Это новое для меня и очень интересное знание. Голова тоже его не понимает, но внутри работает шикарно, потому что действительно никакие слова другого человека не подберут к себе ключ так близко, как свои. И поэтому было очень приятно с этим новым знанием поработать. Спасибо. Что для тебя была вот работа, когда мы рисовали, когда мы на ресурс работали, когда мы были, склавились деревни, когда мы смотрели свои этапы жизни и на этих этапах смотрели назначенных людей, что они нам дали? Что-то открыло, может быть, для себя. Да, я что-то увидела, я просто с рисования, допустим. Но здесь, как я уже говорила, что рука сама пошла, и я просто удивилась тому, что я что-то смогла нарисовать. Раньше я вообще не могла рисовать. Честно, поверите, вот шло, шло. А тут ещё какое-то творчество, и мне захотелось и так, и более красивее, и более чисто, и как-то вот само всё шло. Вот, не задумывала, если цвета подобрала там, вот, вот, вот цвет, вот, всё помогло. А что касается вот этих вот карт, моих жизненных этапов и люди, которые были важными в каждом этапе, да, вот это для меня было очень весомо, поскольку я как бы определила для себя, какие этапы были. Выбрала самые важные, потому что их, мне казалось, слишком много за мою короткую жизнь было. Вот. Но, как выяснилось, всего пять этапов. Это нормально, я считаю, вот для меня нормально, и самые основные. И именно в каждом этапе я обнаружила такой позитив. То есть, каждый этап меня чему-то учил. И вот через это учение я шла, оказывается, на весь. Я росла, росла, я получала определённый опыт. Мне казалось, что я где-то иногда деградировала, что-то. Нет. Вот сейчас вот, вот прям наглядно всё я увидела. За каждым этапом был определённый человек. Так что вот так вот. Спасибо большое. Хорошо, спасибо. Ну что ж, у нас сейчас будет с вами самый интересный этап. Наши работы. Да, я думала обед, но теперь это уже ужин. Полдник, я бы сказал. Да, мы сейчас на костре с вами что-нибудь такое вкусненькое сделаем. Покушаем, а после этого у нас будет совсем другая часть работы. Будем работать с энергией, с энергией леса, с энергией деревьев. Ну, это я вам всё уже расскажу, да, после. Чтобы сейчас не перезагружать мозг. У меня сейчас через осознанность пришло нужное слово в плане эмоций. Так. Радость общения я вот за первую часть испытала. Детскую такую, которая, как раньше, когда там во дворе собирается, да, там, давайте играть, ну, грубо говоря, да. И всё. Потому что сейчас, ну, чем взрослеть становишься, тем больше идёт формального общения у нас сейчас. И даже бывать с близкими людьми, ты общаешься очень поверхностно. Это радость именно того, что общались об интересном, общались о том, что интересно было каждому, и каждый что-то вот своё пончил. И элемент игры тоже был. Ну, я вообще была в шоке от фразы «не думай». Я не слышала за всю свою жизнь эту фразу при разговоре. Ну, скажи, получилось не думать? Угу. И как ты себя чувствуешь, когда получилось? Умнее? Мудрее. Мудрее. Да. Всё правильно. Да, конечно. Это разное. Ума и мудрость — это разное. У японцев слово «думать» — это слово, связанное с сердцем, с сердечной чакрой. Когда они говорят «думать», у них это говорит через сердце. Совсем другой посыл идёт. И в психодраме мы как раз-таки не головой работаем, да, а действуем через сердце. Ну, что ж, девочки, делаем тогда перелив. Ура! Ура! Перелив! Что, девочки? Давайте с вами завершим наш сегодняшний день. Он был долгий и солнечный, и с аистами, и с листопадом, и с байдарками, и с соколами. Что у нас там ещё? Аисты. С аистами. Аистами сказала. С аистами. Да. С мужчинкой в трусиках. С мужчинкой в трусиках, который купался. Да, последний день лета. На самом деле, последний день лето, бабьевое лето. Вот, и мы его поймали. Расскажите, как вы в лес ходили? С собаками. Да, с собаками. Немножечко, да, отвлекающий манёвр был, да, это, с людьми и с комарами у меня еще. У меня все время ели. Было, было. Вот это единственное. Вот, а так, можно уже рассказывать, да, про деревья? Да. Ну вот, мы когда, когда нас Лара повела до, от, как, до от правной точки, да, от которой мы должны были дойти, я еще по пути сразу такая приглядела и говорю, вот, вот оно, мое дерево, Лара говорит, подожди, сейчас дойдем, потом, если что, вернешься к нему. Ага. Я такая, ну ладно. Вот, и мы туда дошли, а там вот столько, прям деревьев разбегаются, глаза потрясающие, все и гладкие, и большие, прямо к любому подходи, и вроде как и бери. Но на самом деле, действительно, я вот к одному подошла, соблазнилась на его красоту, но постояла и поняла, что что-то нет, не мое. Вот, и начала искать, вот искала, искала, уже девочки все нашли, смотрю, уже все работают. Я думаю, ну чего я вот хожу, шершу, мешаю, вот. И все-таки я дошла вот именно до того дерева, которое я вот первый раз его и подметила, как шла. Оно какое-то такое необычное, оно вначале оно единое, такое большое ствол, а в, ну, на верхушке оно разветвляется на два, я еще подумала, вообще для меня символично, прям сразу про мужа вспомнила. Муж, привет. Ну вот, и, ну, по ощущениям, еще оно было наполовинку немножечко, не знаю, то ли природа, то ли человеческий фактор, вот как будто срублен, ну, как бы такой полукруг, овал, срублен, ну, скорее всего, человеческий фактор, вот, что было разодрано. Мне вот так стало жалко, вот, как-то захотелось вот это место прикрыть, прям вот, его именно с этого места немножко защитить, как-то вот обнять, вот, обнимать, вот, и почувствовала, что, ну, почувствовала, единение почувствовала, было, ноги вообще отдельно, как груз был какой-то отдельный в ногах и прямо закостенелость. И в голове, наоборот, вот стремление ввысь и энергетика мощнейшая просто. Ну, отвлекающие маневры иногда мешали. Да, не учли мы, что так поздно будет, и люди пойдут с собаками гулять. Ну, вот у меня не получилось до конца, но все равно вот эту энергию я очень благодарна, что получилось получить. Энергию дерева, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Еще кто был в деревьях, кто дошел? Ну, я полностью дошла тоже, да, остановились мы на эти развилки, я так смотрю, тоже так, ну, чисто на интуитивном уровне, туда вроде не хочу, туда не хочу, назад не хочу, вот сюда, там, какое-то направление выбрала, пойду, ну, только постаралась голову совсем отключить, иду, 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 так, бах, ну, у меня, вот как есть у меня в голове вот этот образ, да, какого-то большого, очень высокого дерева, я вот так, можно сказать, оно мне и попалось, то есть оно не прямо на дороге, а так в глубь леса немножко, но той же гляд за него зацепился, я подошла, глупо, подошла, даже концов там не вижу, ну, правда хвойное, потому что хвойное было дерево, то есть оно такое, ну, у меня вообще было очень интересно за самими ощущениями, то, что тепло в ладонях, еще что-то, потому что раньше такого не пробовала, никогда не делала, и вот у меня так получилось, да, что вот я дотронулась до дерева, и вот такое ощущение резко, да, как-то под ногами так бух, бух, ну, вот как, не знаю, как если на батуте прыгаешь, вот когда подвисаешь немножко в воздухе вот в этот момент, вот такое ощущение, ну, это дальше у меня была собака, и мое ментальное тело резко вернулось, так барах, ну, они прошли, а дальше я просто уже рядышком постояла так, подышала так, просто прислонившись к дереву, и все, ну, тоже вот энергию почувствовала, то есть не внутри самого дерева, а вот больше через прикосновения, то есть и как внутри меня, и внутри него, и вот так вот, в общем, вот так вот, интересно, спасибо. В своем дереве, оно, конечно, не мое оказалось, но неважно, как бы не с первого раза, но дошла я до определенного дерева, оно чем-то вот меня притянуло, да, вот, значит, я не стала его сразу обнимать, а на каком-то расстоянии, а так как я рейки занимаюсь, я очень ощущаю энергию, и я почувствовала такой леденящий холод просто, я так посочувствовала этому дереву, господи, какой же ты у меня больной, давай я тебя полечу лучше, правда, вот у меня такой разговор состоялся, я, вот вы говорите, вы куда-то провалились, я почувствовала, что мягко прям под деревом, мягко-мягко, многие так думали, о, хорошо, вот здесь-то стоять-то хорошо, что-то такое хорошее нашла для себя, увидела эту кору вдруг, я не закрытыми глазами вот так поначалу-то, увидела кору, она меня тоже не впечатлила, думаю, какой ты серьезный, вот я с деревом вот такой диалог, какой же ты серьезный стоишь, и почему-то пол-то определился, мужчина, да, да, какой же ты серьезный стоишь весь, ну да, то дерево, оно, а то вот он, вот, и такой холодный, да я тебе погрею, я его против и стала греть, и пошли собаки, вот, а потом, когда я спиной приложилась уже, собаки прошли, и чувствую, прям холод из меня выходит, в смысле, он, он, холод из него выходит, и мне холодно спине осталось, думаю, не согрелся, не согрелся, ну ладно, я говорю, кто-нибудь тебя обогреет. А вот я вот тоже приложила спиной, и мне показалось, что вот, ну, не знаю, может быть, это я уже на физическом уровне, но вот тоже мне так показалось, что дерево не нравится, вот, что я так стою. А, да, возможно. Значит, что вот я стою, и он, как бы, не хочет, как будто меня отталкивает. Я попыталась с другой стороны встать, и то же самое. Думаю, нет, значит, наверное, все-таки не надо. И начала его обнимать, тоже вот как-то лечить, вот как вы говорите. Вот, вот, но мне очень понравилось, ему очень понравилось, когда я его обняла. Холода не стало, ну, просто нейтрально что-то такое было, но вот ему очень понравилось, мне так показалось. Хорошо. Интересно, если верить друидам, какой-нибудь холодный дядь, он так почувствовал себя на минутку, счастливее. Да, да, холодный, дядька, точно. Может быть, кого-то полечила, да. Может быть, может быть, кто его знает. Да, может, это чье-то дерево. Это хорошо. Ну, меня собаки, они, я их слышала издалека, но они меня не отвлекли, то есть они не сбили настроек, дошла до своего дерева, ну, прям, без вопросов, как, с неба. Надо, кстати, еще раз будет попробовать другие. Ну, я дошла, делаю это упражнение с энергией, с биополем. На рейке тоже подключила. И очень долго я пыталась устаканиться с ним, действительно, не было долго контакта, я и так, и так, и уже переступила, и уже в другой страну встала. А потом, хоп, и все. И я не трогала его. И плоско, ну, как бы, нейтраль. Вот, ну, потом обняла, стояла долго, и все, хотела, я наверх. Так. Думаю, ну, все, сейчас, значит, я пальду внутрь. Как Оля сказала, значит, соединюсь, и нет. Я туда, а ну нет. Я туда, а ну нет. Кайф. Да. Да, и пошла опять эта связь вот между этими же деревьями, которые по лесу идут, и оно мне показало одно дерево, я его знаю. Это дерево в середине огромное дупло. Так. То есть оно мне его показывало с разных сторон, и что-то было про это дупло. Я что-то не очень поняла, надо сходить посмотреть. Вот, днем сходишь, посмотришь. Да. То есть я гуляла среди вот этой связи деревьев. Угу. То есть я думаю, ну ладно, хорошо, без кроны сегодня обойдемся. Так. И я очень люблю сидеть внизу, вот там, где я сидела, там, где у меня это для свечек. И вот это кайф, когда я прям сажусь туда, или зимой даже, просто назад, и у меня получается корни как два такие. Как крето. Надо подумать. Да, и вот в этом состоянии я там пытаюсь постоянно заснуть. Я не знаю почему, но когда я прихожу к своему дереву, я вот так вот калачиком могу в эти корни свернуться, и я прям, меня вялья, вырубает. Отлично. Прям настолько, что мне кажется, я сейчас замерзнусь и засну нафиг. Но настолько вот, видимо, может быть, внутреннее расслабление идет, что я просто так был. И все. Как будто дома. И всегда ощущение, как будто дома. Это здорово. Я всегда дома, рядом с этим деревом. Это здорово. Приятно. Но я сегодня отошла, посмотрела, мне стало интересно, чем же я похожа на дерево. Я пошла так подальше и подальше, и получилось, что оно стоит в четырех соснах. Ну, четыре сосна. И то есть там получается, что оно прям в группе стоит. Оно стоит одно и такие же, ну, высокое достаточно, крепкое. И только у него почему-то идет этот... Смола. Смола почему-то идет. Не знаю. Голова мне говорит, может быть, я его перегрела зимой свечками этими. И, может быть, теперь у него идет смола. Какие у тебя ассоциации возникают? Со смолой? С грустным чем-то. Слезки? Да. С моими. С твоими слезками? Да, может быть, я ему слишком это все отдала, и оно пытается теперь может как-то это все... Ты исцелилась, и оно взяла на себя вот боль твою. Да, потому что это был такой период, когда просто все это было и как-то лучше. Ну что, девочки, если вот по пару фраз с чем уходите, что взяли для себя вообще от всего дня? Копилочку положили. Энергия позитивная. Энергия позитивная. Созидательная. Созидательная. Да, то есть вдохновение на то, чтобы дальше заниматься тем же самым, самопознанием. Вот, и идти вперед вместе, к единству, без привязок. Позитивно. С принятием. С принятием, да. И добавляться от привязок, наверное. Да. Какая-то любовь в сердце прям. Любовь в сердце. Мудрость. Мудрость. Да, жизненная. Жизненная. Спасибо, что пришли. Я очень рада была вас увидеть. Рада была познакомиться с кем не знакома. Надеюсь, мы еще увидимся, когда будет двухдневный, трехдневный семинар. Я думаю, просто когда будет уже зима пройдет, будет пора оттепеля. И думаю, сделать выездной семинар с пятницы по воскресенье в санаторий или в дом отдыха. Посмотрим, как договоримся. Где есть парк хороший, с очень такими деревьями ухоженными, большими. Со здоровыми, что самое важное. Вот попробуем там продолжить. Вот это важно. Может быть, еще и эту тему разовьем в слиянии с людьми, чувствование людей. Тема тоже интересная. И есть параллель с деревьями. Ну ладно, можем похлопать тебя. Спасибо, Оля. Спасибо. 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 Продолжение следует...